В Чувашии стартовала сельскохозяйственная микроперепись. Посчитают всех животных, кроме домашних любимцев. Кошки, собаки и попугаи не в счет. Растения, полезные многолетники, грубо говоря, яблони и груши. Почти полтысячи переписчиков должны обойти 234 тысячи дворов и спросить, кто в домике живет. Документы на живность можно не предъявлять. Микроперепись – это не контроль, это скорее подспорье. Разработка программ поддержки, исходя из площади посевных земель, теплиц, количество многолетних насаждений, а также поголовья сельскохозяйственных животных. Работа предстоит колоссальная. Шутка в деле – подсчитать сотни тысяч буренок, коз, кур, кустов крыжовника и малины. Для переписи мы сейчас используем планшетный компьютер. Вся учетная запись ведется здесь. У нас участники переписи – это сельскохозяйственная организация, крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и некоммерческие организации. Обычно сельхозперепись проводилась каждые 10 лет, но в этот раз через 5. Даже за такой небольшой промежуток времени в селе произошли изменения. По сравнению с прошлой переписью, наверное, конечно, есть изменения. Это уже деревня стареет. Содержать крупные рогатые скоты уже становится трудновато. Но есть хозяйство одно, конечно, очень много держит. В прошлом году у них, по-моему, больше 20 голов было вместе с коровами, с быками, тёлками. И сейчас они нынче тоже содержат. Муж с женой работают, помогают, конечно, дети. А вот мы одиноки уже остаемся, и содержать-то это трудно нам. Вот уже постепенно, постепенно многие уже коров не держат. Для того, чтобы население не принимало переписчиков за злоумышленников, персонал обеспечен специальной экипировкой. Зелёные бейсболки и жилеты с символикой СХМП-2021. Всех подсчитать планируют уже к 30 августа. Татьяна Трофимова, Наталья Гордеева, Павел Ракитин, Республика.